МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпании Круг новости недели. Только самое интересное событие и темы ловшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Екатерина Филиппова. Сегодня в нашей программе вы увидите. Земельное дело Геннадия Труханова, Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщило подробности расследования группового преступления. Недавно отремонтированная часть трассы здоровья на 10-й станции Большого фонтана в аварийном состоянии. Участок в кунортной зоне оказался бесхозным. Очередное нападение на журналистов. На этот раз пострадали сотрудники Думской ТВ. Виновным в крушении танкера Делфи у берега Одессы может стать бывший командир корабля морской охраны. Прокуратура объявила моряку о подозрении. В нашем городе состоялся круглый стол на тему стерилизации, как единственного гуманного способа регуляции численности бездомных животных. Новый судебный процесс по земельному делу Геннадия Труханова обещает быть громким и гораздо более масштабным, чем по краяну. Махинациями с городской собственностью занималась крупная преступная группировка. Подробности расследования сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. После сообщения генерального прокурора о подозрениях пяти фигурантам дела, среди которых на первом месте Геннадия Труханова, появилась новая информация. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало краткий отчет о результатах расследования. Список подозреваемых увеличился до 16 человек. Мы говорим сегодня про местного глава города Одессы. Мы говорим сегодня про трех служебных осіб Одесской местной ради, которым также сообщено про подозрение. А мы сегодня можем констатовать, что в целом в ракурсе детективов подчас до основного расследования установлена причетность 16-й оси. Десять из них – это особи, которые являются членами злочинной организации и другие особи, которые причетны до скояния других злочин. Национальное антикоррупционное бюро не называет имен, а только должности подозреваемых. В их числе лидер преступной организации, председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам коммунальной собственности, земельной комиссии, директор юридического департамента, директор и заместитель директора департамента коммунальной собственности. Кроме того, подозрения вручили привлеченным участникам преступления. Заместителю городского головы, бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий, бывшему прокурору Одесской области, собственникам компаний, застройщиков и их менеджерам. Члены группы разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами и городской землей с последующим оформлением документов для сокрытия преступления. Земля передавалась под застройку своим компаниям без конкурса. Вместо официальной платы в бюджет застройщики заносили деньги членам преступной группы. По договору с ними депутаты городского совета принимали нужное решение о передаче в аренду земельных участков. Для обеспечения безопасности организации ее членов проверяли с помощью полиграфа, детектора лжи, на возможность связи с правоохранительными органами. Использовались защищенные каналы связи, помещения с усиленными мерами безопасности и другие способы защиты. К преступной деятельности привлекли представителей полиции, контролирующих органов и судов. В период с 2016 по 2019 годы учасники злочинной организации шляхом виведения денег из местного бюджета Одессы, мы можем констатувати про 130 миллионов гривен, и про земельные участки, которые также в незаконный способ вводились, Уголовное производство ведется по семи статьям. Некоторые из подозреваемых, и в том числе лидер преступной организации, скрываются за границей. Расследование продолжается. Количество подозреваемых и масштаб преступления могут оказаться намного большими. 120 миллионов гривен залога должен внести Геннадий Труханов, чтобы не оказаться за решеткой следственного изолятора на время проведения досудебного расследования по новому уголовному производству. Решение об избирании мягкой меры пресечения городскому уголове должен вынести Высший антикоррупционный суд. Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала у Высшего антикоррупционного суда избрать меру пресечения Геннадию Труханову в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью заменить пребывание в камере внесением залога в 120 миллионов гривен. Обвиняемый пытается представить дело как политическое преследование без всяких оснований. Кто Майя Смитова трошки разбирается в справах, в юридичных факторах, побачит, что это просто фантастика. Вот все, что там сделано, от начала до конца. Те претензии, я не говорю, что по сути, а претензии предъявляемые лично мне. Лично мне. Вы понимаете, когда орган местного управления называют преступной организацией, то с таким же успехом я могу назвать преступной организацией органом на му. Понимаете? Потому что если они говорят, что у нас расписаны роли, то сведения сказать, что это не роли, это функциональная обязанность. И смотря на мою декларацию, она, наверное, самая такая, если сказать, бедная среди Украины, я имею в виду среди этой категории народа, то застава должна быть, по их мнению, 120 миллионов. Конечно, у меня и нет заставы. И таких денег нет, и не было. Примерно так же обвиняемый гражданин Труханов комментировал судебный процесс по делу о покупке помещений завода Краян. Тогда он тоже был уверен в своей победе. А потом апелляционная коллегия высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор первой инстанции и начала новое слушание дела. Чем закончатся оба процесса, еще большой вопрос. В данном случае слушание дела тянулось весь день, и главное решение в мере пресечения городскому голове не успели принять. Следующее заседание намечено на 12 октября. Часть Одесской трассы здоровья неожиданно исчезла. Не по-настоящему, а только в документах мэрии. На деле дорога есть, а по бумагам, оказывается, она не существует. Объяснение этому чудесному факту должны дать городские чиновники. Загадочный участок прибрежной дороги в районе 10-й станции Большого фонтана примакает к скандально известной велопешеходной эстакаде. Той самой, которую уже не раз чинили после торжественной сдачи в эксплуатацию. Эстакаду наша мэрия, не стесняясь, использовала в политической саморекламе. А этот участок трассы оказался как бедный родственник. Вроде свой, но никому не нужен. Основание поплыло и перекосилось. За ним разъехалась и поднялась плитка. От полного разрушения дорогу удерживает мощная бетонная стена паркинга. Когда открывали велоэстакаду, мэр Труханов рассказал, что вот эту дорогу построили некие бизнесмены в качестве такой благотворительности городу. Я не знаю, кто были эти бизнесмены. Можно предположить, например, что это могла быть Маристелла, которая построила на пути эстакады свой паркинг с теннисным кортом сверху, из-за которого путь этой эстакады пришлось менять. Два года назад, когда строилась дорога, на информационном счете не указывалось, кто ведет работы по заказу мэрии. В ответах на запросы депутату сообщили, дороги на балансе города нет. Следовательно, нет и гарантии срока службы. За качество и состояние участка никто не отвечает. И получается, что сейчас для того, чтобы эту дорогу починить, которая уже начала разрушаться, нужно, чтобы мэрия опять вот так очень настойчиво попросила этих таинственных бизнесменов этим заняться. Либо есть второй вариант. Мы должны эту дорогу принять на баланс города. Так быть не должно. Раз уже эта дорога построена, то неплохо бы за ней следить и как-то ее обслуживать. Перед выборами эту дорогу открыли и забыли. Не взяли ее на баланс и не обслуживают. А деситы относятся к дорожной халтуре, кто серьезно, а кто с присущим нашим жителям юмором. Отлично. Вы что, не видите, что ребенок все время спотыкается? Ну а что вы хотите? Тут все под наклоном. Тяжело, конечно. Дорого сейчас стройматериалы стоит. Все дорого. А сделай сразу по-человечески. Ну мы же таки в Одессе. Вот и ответ на вопрос о том, как в мэрии умудрились потерять часть прибрежной территории. Может потому, что она слишком маленькая. Строить тут негде, а ухаживать за дорогой надо. Вот и решили сделать вид, будто того, что есть, как бы и нет. Долго так продолжаться не может. Скоро участок совсем развалится, и путь на знаменитую велоистакаду Геннадия Труханова преградит огромная яма. Наверное, тогда в мэрии дорогу наконец заметят. Доступ к инженерному достижению городской власти должен быть открыт. Исходя из этого расчета, ремонт проведут. Если же начальник Одессы не досидит в своем кресле до конца каденции, а после приговора суда, хотя бы по одному делу, сядет в другое место, дорогу придется ремонтировать его преемнику. Грась и разруха, влажные и облущенные стены, провисший потолок и повсюду клочья пыли. Так выглядит входная арка во двор дома по адресу Княжеская, 36. Местные управленцы на обращение жильцов не реагируют. Вход во двор данного дома. Первое, что встречает, так это множество непонятных проводов, половина которых еще и оборванные, лежат на земле. Проверять, есть ли в них напряжение, мы не стали. Сразу пошли во двор. И, честно говоря, путь через арку нас изрядно устрашил. Первое, что бросается в глаза, провисший потолок, который в некоторых местах уже частично обрушился. Идешь и думаешь, лишь бы вся эта конструкция не рухнула. Смотрите, вот это был туалет 50 лет тому назад. Потом он, значит... И 45 лет пользовались этим дворники, этим помещением. Сейчас вы видите, что творится? Значит, дворники ушли отсюда. Это дворники ЖЭКа, безусловно. Эта стена садится. И садится мое жилье. Вы видите, что творится? Вот они пришли, это два года тому назад. Под порочку поставили и все. А сейчас мы писали и в горы с полком, и в рай с полком. И в дебюзиад-то были ноль. Горсовет присылает. Райсовет, райсовет ЖЭК. А ЖЭК пишет, что у них нет денег. И все и кончится. Видите, что творится? И они говорят, что мы не виноваты. А кто виноват? Они же эксплуатировали все это. И все садится. И все упадет в это, все упадет. Вот когда упадет, тогда они придут и скажут, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как всегда. Как всегда, как везде. Вот эта вот стена, она у меня отошла вот настолько. В квартире. Представляете? Потому что я говорю, что это отсюда, а они говорят, что это от дождя. Я согласен. От дождя. Вот это все от дождя они считают. А это я считаю, что это колонизация протекает. Ну и арка – это не единственная проблема в доме. Еще одна угроза нависла над двором. Это сухое дерево высотой в три этажа, с которого в любой момент может упасть ветка, и это в лучшем случае. Это центр города. Это, грубо говоря, я не могу сказать, что лицо Одессы, но лицо нашего мэра, можно так сказать. И нашей домоуправляющей компании. Ветка, которая висит уже, я не знаю сколько, два месяца, наверное, сухая. Которая может не просто упасть на крышу и уничтожить шифер и часть дома, а просто обыкновенному пешеходу, который здесь даже не живет и не имеет никакого отношения к этому двору. Ну вот в последнее время почему-то такая тенденция наплевательская ко всему. И только нужно писать. А в устной форме жалобы, заявления, претензии какие-то, они вообще не рассматриваются. Поэтому уже как бы собрались все, возникло очень много вопросов по двору, с которыми неоднократно обращались в ЖЭК в устной форме. У нас никто не слышит. Также горожане жалуются и на асфальтное покрытие внутри двора. Вот посмотрите на это покрытие во дворе. Уже сколько я ходила и писали туда с подписями, с жильцом двора. Хотя бы эту яму заделать, я уже не говорю. Это их сарай, рейстаг этот стоит, все обвалено. С данными вопросами жители Княжеской 36 не раз обращались в управляющую компанию «Ренессанс», на балансе которой стоит и дом. Писали коллективные письма, однако результата ноль. Мне сказал главный инженер, что в арке это все нужно сделать, если надо, чтобы наперед за полгода заплатили, тогда будут деньги, тогда мы сможем. А так у нас особо, говорят, некому делать. Кого, я, говорит, пошлю к вам вот эту яму заделывать? Я говорю, ну мы же вам платим деньги, ну кого-то тогда, какую-то другую организацию договаривайтесь, нанимайте договор, заключайте. Разве вы не можете своими сотрудниками? Что тут скажешь, ничего не меняется. У управляющих компаний, как всегда, нет ни нужного количества денег, ни сотрудников. А вот когда здание рухнет, тогда быстро все найдется. Только будет уже поздно. Все уничтожено, все как-то загажено, но мы стараемся как-то своими силами поддерживать чистоту и порядок во дворе. Но вы меня извините, когда дому около, больше двухсот, наверное, лет, я не знаю, но сто пятьсот точно есть. Когда он себя уже изжил и просто разрушается, это уже не в силах жильцов, как бы, это все сделать своими руками. Поэтому, как бы, ничего лишнего от Джека мы не требуем. Мы не требуем делать ремонт у нас дома непосредственно. Мы не требуем здесь нам сады из золотых роз каких-то садить. Нет, мы, как бы, просим делать то, что, как бы, они должны делать. Надеемся, что местные управленцы услышат горожан и примут меры быстрее, чем существующие проблемы усугубят ситуацию. И потом не придется расхлебывать вдвое больше. На съемочную группу Думской ТВ напали, когда они поехали проверять заведения, которые, как выяснилось на аппаратном совещании в мэрии 4 октября, весь курортный сезон проработали без разрешительных документов. Подробности инцидента далее в сюжете. В последние летние дни на аппаратном совещании в мэрии было дано указание проверить арендаторов коммунальной земли в гидропарке Лузановка. И вот только вчера сотрудники отчитались об исполнении. Как выяснилось, нарушения в Лузановке можно найти на каждом шагу. Со слов директора Департамента коммунальной собственности Александра Ахмерова, по семи договорам аренды участков общей площадью 262 квадратных метра предпринимателей фактически заняли 574 метра парковой территории. Кроме того, еще 399 квадратных метров парка заняли вообще без каких-либо документов. По информации Ахмерова, речь идет о кафе «Лето», таверне «Лев» и кафе «Сканди». То есть более 700 квадратных метров территории было занято самовольно, и городской бюджет недополучал более 25 тысяч гривен ежемесячно. Так вот, сразу после аппаратного совещания съемочная группа «Думской ТВ» выехала в гидропарк Лузановка, где, собственно говоря, и подверглась нападению агрессивно настроенных работников кафе «Лев», которые требовали предоставить некое разрешение, чтобы снимать их противоправную деятельность. А затем применили физическую силу в отношении Евгения Войтенко, видеооператора телеканала. Сотрудники «Думской ТВ» обратились с заявлением о преступлении в Суворовское отделение полиции. Однако правоохранители сперва отказались регистрировать их заявление по статье 171 Уголовного кодекса Украины «Препятствие профессиональной деятельности журналистов». И только после вмешательства редакции информацию внесли в единый реестр досудебных расследований. Также редакция «Думской» выяснила, что за предприниматели позволяют себе безнаказанно размещать целые рестораны в пляжной парковой зоне без единого учредительного документа и бить журналистов при исполнении. Это гриль-таверна «Лев». Принадлежит частному предприятию «Лев Золотой». Владельцами являются одессит Валерий Черный и жительница Балтского района Ольга Алексеенко. Предприятие создано 4 года назад. Уставный капитал – 100 гривен. Вид деятельности – ресторанные услуги. Издание также обратило внимание и на сайт заведения. В качестве фотографии персонала там использованы фотографии фотобанков. Все фото фейковые и не имеют никакого отношения к персоналу заведения. Вот такое нелегально работающее заведение, да еще и со смутным штатом, позволяет себе слишком много. Отметим, за такие действия статья 345, часть 1 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Надеемся, это дело доведут до конца и виновные понесут наказание, предусмотренное законом. Добавим, правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся. Электронные больничные и новшества в работе программы «Доступные лекарства». О таких важных изменениях в сфере медицины говорили на пресс-конференции в Одессит.юа. В случае, если у человека имеются признаки нетрудоспособности, можно прийти к семейному врачу и оформить электронный больничный лист. Многие могут подумать, что это неудобно и проблематично. Однако Елена Колоденко, директор Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3, уверяет, что это не так. Отметим, с 1 октября медицинские учреждения перешли на выдачу электронных больничных листов. Сейчас нет бумажных вариантов больничного листа, нет необходимости ставить дополнительные печати, ездить из одного учреждения в другое для того, чтобы поставить дополнительную подпись или печать. То есть пациент нетрудоспособен, врач зафиксировал факт нетрудоспособности и выдал электронный больничный лист. Дальше на работе в отделе кадров работодатель обращается в электронный кабинет пенсионного фонда, и он видит факт нетрудоспособности своего сотрудника. То есть все очень просто, понятно, прозрачно. Изменения в системе здравоохранения коснулись и выдачи инсулина. Инсулина зависимым гражданам теперь получить препарат можно в любом городе, независимо от вашего места регистрации. Например, если вы поехали отдыхать в другой город, то проблем с инсулином у вас уже не возникнет. Главное иметь при себе электронный рецепт. Но и нужно понимать, что препарат выдают только в тех аптеках, которые работают по программе «Доступные лекарства». В нашем городе их 16. Заместитель директора одесского психдиспансера Лариса Гулевич добавила, что с 1 октября в программу реимбурсации также были включены препараты по расстройству психики и поведения, а также эпилепсии. Больные с какими заболеваниями могут получить электронные рецепты по программе реимбурсации. Это прежде всего первое. Раздел – это шизофрения, шизотипические расстройства и бредовые расстройства. Второе – это расстройства настроения, эффективные расстройства, в том числе всеми так любимая депрессия. Третье – это невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. И четвертое – это эпилепсия. Отметим, в программу реимбурсации включены 57 препаратов, из которых только 18 – полностью бесплатные. Из этих 57 лекарственных препаратов только 8 – это различные препараты. Остальные 49 препаратов являются аналогами. То есть они содержат одно и то же действующее вещество, но выпускаются другими фармацевтическими компаниями. Для того, чтобы впервые получить электронный рецепт, нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Весь список аптек можно узнать у врача или на сайте психдиспансера. Если рецепт нужен ребенку, плюс впервые, то процедура немного иная. Ребенок должен прийти на прием к врачу в сопровождении обоих родителей. У каждого должен быть при себе паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, если ему нет 14 лет. Еще хотим добавить относительно инсулина. Получить его абсолютно бесплатно может следующая категория людей. Дети до 18 лет, беременные женщины, студенты, а также люди с ограниченными возможностями. Те, кто не входит в этот перечень, вынужден будет заплатить сумму в размере 15% от стоимости препаратов. Неожиданный поворот произошел в деле окрушения танкера «Делфи» у берега Одессы. Главным виновником случившегося, возможно, станет не хозяин судна. Прокуратура сообщила о подозрении военному моряку, бывшему командиру корабля морской охраны. Офис генерального прокурора Украины сообщил о решении Приборской окружной прокуратуры. Командир корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, которое нанесло значительный ущерб. По данным следствия, в ноябре 2019 года офицер, находясь в пункте постоянной дислокации корабля, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря около Одесского порта, знал о явных нарушениях на танкере «Делфи» и не принял мер по его задержанию и к навоированию в порт. Во время осмотра судна пограничниками было установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшей, чем положено, минимальной численностью экипажа – три человека вместо пяти. На судне не работали главные двигатели, был потерян один из якорей, нестабильно работали системы связи, отсутствовали топливо и продукты. Все это создавало условия угрозы жизни и здоровью членов экипажа и посторонних. Вследствие указанных причин танкер в условиях шторма сорвался с якоря и после дрейфа сел на мель около пляжа «Дельфин», где произошел выброс нефтепродуктов. 18 июля прошлого года при неудачной попытке повернуть судно и поставить в прямое положение использовали два маломощных буксира и непрочный трос. При полной нагрузке он лопнул, а танкер лишь немного изменил положение, поднявшись примерно на полметра. На месте побывал председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский. Как выяснилось, подъему судна мешала подводная скала, обойти которую было сложно. Боновые изграждения получили повреждения и не выполняли свои функции, а контроля за их состоянием не было. Нефтепродукты продолжали растекаться по воде. При его поднятии частично излилось все содержимое, в том числе через свечи, которые я уже говорил. И вот именно поэтому здесь пленка находится. Боны не являются эффективным препятствием для пленки. Сейчас я вам покажу, почему. Вот, к примеру, здесь вы видите, боны имеют свободный проход. То есть вода свободно проходит и выходит. До судебное расследование ведет Одесская полиция при оперативном сопровождении Управления службы безопасности в Одесской области. Часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины, по которой квалифицируются действия командира корабля, предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Ранее прокуратура вручила подозрение в халатности капитану порта Южный, в акватории которого судно сорвало с якоря. При решении суда, после подъема и эвакуации, танкер был конфискован и передан государству. В Одессе состоялся округлый стол, где темой обсуждения стала стерилизация, как единственный гуманный способ регуляции численности бездомных животных. Обсуждать вопрос собрались волонтеры, зоозащитники, чиновники и ветеринары. Представители одесских волонтерских организаций пришли к выводу, что стерилизация считается действенным способом снижения популяции бродячих собак. Однако тут есть и свои нюансы. Чтобы был результат, ее нужно проводить хотя бы два раза в год. Мы уже понимаем, что стерилизация нужно. Это единственный способ регулировать численность бездомных животных. И, соответственно, право к закону о защите животных от жестокого поводжения и эвтаназии, как способ регуляции численности бездомных животных, оборонено законом. Поэтому единственное, что остается в праве, это стерилизовать. И наша мета – донести, что это не божание или не божание, это обязанность. Это необходимая мера. Эта мера поднималась часто в районных центрах, но у районных центров банально нет специалистов. Мы должны понимать, что стерилизацией должны заниматься те люди, которые, сказать так, подготовлены к этому, люди, которые сидели годами, занимались бумажной работой, которые ввели статистику какую-то, статистику поголовья большого крупного рогатого скота, они не могут стерилизовать собак. И качество этой работы равносильно живодерству. Тогда, по сути дела, не будет отличаться эта программа от тех же Доххантеров. Должны быть специалисты обученные, это должны быть службы, которые будут это проводить не только качественно, но и достаточно быстро. Таких специалистов не так уж и много. И если озадачиться этой проблемой, то их надо подготавливать. В среднем на подготовку такого специалиста, который бы проводил стерилизацию качественно и при этом быстро, нужен год. Между тем, волонтеры обвинили власть Одессы в бездействии в направлении снижения популяции бородячих собак. Поскольку Управление безопасности ветеринарной медицины, Госпродпотребслужба, обращение небезразличных людей и волонтеров игнорирует. Общая городская, общая областная проблема – это проблема коммуникации органов местного самоуправления с людьми, которым небезразлична эта тема. Потому что, как мы сталкиваемся, многие волонтеры пытаются добиться от местных властей, по местам, по области, так же в городе, принятия каких-либо программ стерилизации. К сожалению, местные кафе, местные органы самоуправления либо не слышат волонтеров, не слышат громаду, либо бездействуют, либо действуют, но с абсолютным безразличием. Я приведу пример. 24-го числа в селе Бикодолинское был проведен отлов животных. Мы буквально вчера скидывали информацию об этом, это самое свежее. 24-го числа был проведен отлов животных, при этом отлов проводили КПЦ, но стерилизовали местные детворачей. Вот мы сейчас будем заниматься тем, чтобы выяснять, что это за врачи, почему они так поступили. Они наложили очень непонятные швы. И собак, которые находились еще под наркозом, они повыпускали на улицу. То есть собаки, которые даже не могли толком стоять, они были выпущены в свою среду. Это неправильно. Сейчас стоит вопрос в том, что следующая стерилизация у них запланирована на ноябрь месяц. Если этих животных повыпускать в ноябре, когда холодно, то эти собаки просто не выживут. К сожалению, почему-то пока не приезжает группа поддержки города с камерами, с помощниками депутатов, с журналистами, пока не приезжают на места, стерилизация не начинает работать. И никто ничего предпринимать для этого не хочет. Также за круглым столом обсудили важность и необходимость разработки специальной областной программы, обязательной для выполнения местными органами власти всех объединенных громад. Директор коммунального предприятия Муниципальный центр экологической безопасности Александр Панченко предложил включить в программу еще и совместное строительство центра для бездомных животных. Таким образом, работа будет более продуктивной. Он подчеркнул, что центр должен быть государственный, и на него должно быть выделено предположительно 20 миллионов гривен из областного и 5 миллионов гривен из местного бюджета. Однако в любом случае проблему нужно решать комплексно. Во-первых, ОТГ должны изначально при утверждении бюджета на определенный год, должны закладываться деньги. В принципе, насколько я знаю, будучи в определенных вертикалях власти, они закладываются всегда. В раздел благоустройства, либо ЖКХ, то есть они существуют. И спасибо еще раз говорю волонтерам, которые правильно подходят, они не давят на кого-то, идут и договариваются, скажем так, с руководством ОТГ. Потому что сейчас переходит власть на местные советы, как бы деньги оседают там, они решают, куда их потратить и зачем. Область может просто помогать больше выделять на эти ОТГ, как говорится, финансировать, ну, с областного бюджета. Поэтому все равно оно будет и договора подписываться, и просто реализовываться на местах. То есть это плотно надо работать с руководствами ОТГ. Отметим, заставить чиновников выполнять что-либо по месту можно только в том случае, если это прописано в соответствующем документе. Он и является той самой программой, о которой шла речь. Ее нужно разработать и принять. То есть в том и проблеме, что ее нет, есть отдельно ОТГ, которые сейчас уже начали стерилизировать собак. Но далеко не все и далеко не все ОТГ понимают, что это их обязанность. То есть это сейчас и только под влиянием волонтеров и зоозахисников. А самі громади, они не вважают, что это их обязанность. То есть есть обязанность вивозить смятя, есть обязанность пилить дерева, робить дороги. А что касается тварин, они не вважают это своим обязанностям. Поэтому задача программы донести, что это обязанность. По-друге, рассказать, каким образом это нужно делать и как это нужно делать. Для этого у нас сегодня были ветеринары в гостях. И еще очень большую часть работы мы планируем сконцентровать на учебнике на освете. То есть для того, чтобы тварины не потрапляли на улицу, нужно работать с местным населением, чтобы они знали, что, по-перше, это незаконно, негуманно. И это, ну, с детства нужно про это говорить. И говорить и как с детьми, и, на жаль, с дорослыми. Что касается создания областной программы по защите животных, то ее, по словам чиновникам, может написать любая организация, волонтерская в том числе. Главное – правильно оформить и утвердить документы. Стать свободным через единение с природой, нерукотворной красотой, существующей рядом с нами, предлагает фотохудожник Леся Чихарюк. Персональная выставка работ мастера Миг Свободы открылась в галерее Одесского историко-краеведческого музея на Ланжероновской. Свобода для человека, художника – это возможность показать себя и свое отношение к миру, идти путем совершенствования и помогать совершенствоваться всем вокруг. Как понимают свободу другие живые существа, даже такие близкие нам, как лошади, с которыми мы дружим несколько тысяч лет. Чтобы сохранить мир и свою цивилизацию, мы должны услышать и понять их язык. Одна лишь сухая наука не даст такого знания. Путь взаимопонимания чувствует природу в себе, а себя – ее частью. Я фотографировала уже 10 лет. Конечно, это немного, но и немало. Лошади в моей жизни играют огромную роль. Хотя я не могу постоянно с ними, ну, как сказать, ну, я не могу постоянно с ними быть. Но когда есть возможность, я приезжаю и стараюсь их как-то запечатлеть, потому что я их очень люблю. Для Леси лошади не очередная натура, а часть жизни. Одновременно друзья со своими характерами и судьбами и философский символ, рождающий творческую идею. Выражена она кратко и емко двумя словами в названии выставки «Миг свободы». У меня ассоциируются лошади именно за свободой. Поэтому название такое. Во-первых, «Миг» – это потому что фотография. Это же «Миг» – это запечатленный какой-то момент единственный. И обожаю их с детства. С самого детства. Я живу в Мирокову уже лет 20, наверное. Ну, очень давно. Я начала фотографировать именно лошадей, потому что у меня была лошадь. И я очень любила его. Это конь. И я вот его начала фотографировать. И так постепенно, постепенно начала фотографировать других лошадей тоже. Вот так. Вот оно и все пошло. Они очень быстрые. Они очень красивые. И ниже, раньше, ниже, как бы, мустанги, например, вот в Техасе. В Америке они по полям, по лугам, они настолько свободны, могли передвигаться. Наверное, из-за этого вот кажется, что вот лошадь – это символ свободы. Леся Чикарюк – участница многих выставок. За 10 лет стала мастером художественной фотографии, известным у нас и за рубежом. Работы фотохудожницы приобретали коллекционеры Украины, России, стран Западной Европы. В Одессе на Центральном пляже появился самый большой морж в Украине. На создание гиганта длиной более 6,5 метров и высотой почти полтора метра ушло почти пять часов сплоченной работы 30 человек. Скульптуры сотворили на берегу моря на Центральном пляже Ланжерон. Руководила процессом Ирина Загайчук, известная в Одессе скульптор, постоянная участница и неоднократная победительница Одесса Сандфест. Огромного моржа вылепили из песка любители закаливания члены клуба «Моржи Одессы». Одесские моржи обратились с просьбой помочь сделать красивого моржа, говорит художница. И мы с удовольствием согласились. Благодаря тому, что нас было много, получилось сделать действительно большую скульптуру. Носили и трамбовали песок все вместе, а детализацию уже делали мы с Денисом Шевченко. Как рассказал руководитель клуба «Моржей» Дмитрий Юркин, создание скульптуры приурочено ко дню моря. Она будет способствовать популяризации закаливания и здорового образа жизни. Сезон моржевания стартовал на прошлых выходных, говорит он. Но для бывалых моржей еще теплого вода 16 градусов. Это акция для новичков, чтобы они могли втянуться, дабы зарядить их положительными эмоциями, ведь совместный труд сплачивает. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин